НАСА. Американский проект освоения Луны будет открыт для всех международных партнеров. 18 февраля 2019 года ТАСС. НАСА. Американский проект освоения Луны будет открыт для всех международных партнеров. Художественное изображение перспективно американской окололунной орбитальной станции. Лунар орбитал платформ гейтвей, ЛОП-Джи. Источник изображения, НАСА. NASA Spaceflight.com. Глава космического ведомства США Джим Брайденстайн заявил, что новая инфраструктура будет открыта и доступна для участия международных партнеров. Вашингтон, 15 февраля. Слеш-тас-слеш. Американский проект освоения Луны будет включать в себя не только окололунную станцию гейтвей, но целую инфраструктуру, связывающую Землю с ее естественным спутником. И участие в этом проекте будет открыто для всех заинтересованных международных партнеров. Об этом заявил в четверг директор Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства. НАСА. Джим Брайденстайн на круглом столе в штаб-квартире. НАСА. В Вашингтоне. Посвященном программе исследования Луны. Когда речь идет про Международную космическую станцию, МКС, вопрос стоит о том, какая страна получит какой модуль, сказал он. Некоторые наши международные партнеры решили, что Гейтвей напоминает МКС, и они все соревнуются за то, чтобы получить часть этого одного элемента, который называется Гейтвей. Пояснил Брайденстайн. На самом деле это не то, что мы представляем себе в долгосрочной перспективе, мы предусматриваем создание целой инфраструктуры. Вся эта инфраструктура будет открыта и доступна для участия международных партнеров, и это позволит всем нам делать больше, чем когда-либо, заявил глава НАСА. Мы говорим сейчас об очень широкой и открытой инфраструктуре, которая будет включать в себя все связующие элементы между Землей и Луной и даже обитаемые модули на поверхности Луны, добавил он. О планах по созданию международной экололунной станции стало известно весной 2016 года. Тогда ТАСС со ссылкой на документы РКК «Энергия» сообщил, что совместно с американской корпорацией «Боинг» ведется предварительная проработка создания экололунной инфраструктуры в поддержку будущих планов национальных агентств. Ранее предполагалось, что станция получит название Deep Space Gateway, однако сейчас в документах NASA ее именуют Lunar Orbital Platform Gateway. В конце сентября 2017 года в рамках Конгресса в Адилаиде, Австралия, было подписано совместное заявление между Роскосмосом и NASA, которое отражает намерения партнеров совместно работать над реализацией инициатив в освоении космоса. Речь идет о планировании работ по созданию посещаемой станции в окололунном пространстве. Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявлял, что компания проявляет интерес к американскому проекту по созданию международной экололунной станции, однако у российской стороны есть свои пожелания и предложения. 15 февраля 2019 года. Право на данный материал. Принадлежат ТАСС. Материал размещен правообладателем. В открытом доступе.